Беседа 4, Риминам 1.26 Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Итак, все страсти бесчестны, но особенно бесчестна безумная любовь к мужчинам, потому что душа страдает и унижается в этих грехах более чем тело в болезнях. Смотри же, как апостол и здесь лишает язычников прощения, сказавшие о женщинах, подобно тому, как и обучение, что естественное употребление изменили. Никто не может сказать, говорит он, что они дошли до этого, будучи лишены обыкновенного способа соития, и что предали столь необычайному неистовству, потому что не могли удовлетворить своей похоти, так как изменять возможно только то, что имеют, как апостол сказал в речи об учении, что заменили истинного Бога. То же самое опять, но несколько иначе апостол сказал и о мужчинах, оставившие естественное употребление женского пола. И у женщин, и у мужчин. Он равно отнимает возможность извинения, обвиняя их не только в том, что они имели наслаждение, и оставив то, что имели, обратились к иному, но и в том, что, презрев способ естественный, прибегли к противоестественному. Но противоестественное и более неудобно, и более неприятно. Так что не может быть и названо удовольствием. Ведь истинное удовольствие сообразно с природой, а когда Бог оставляет, тогда все приходит в беспорядок. Вследствие этого у язычников не только учение было сатанинское, но и жизнь дьявольская. И когда апостол беседовал об учении, то он указал на мир и человеческий разум, сказавши, что люди силой разумения данного от Бога и припосредствии всего видимого могли возвыситься до Творца, но не захотели этого и остались без оправдания. А здесь вместо мира он указал на удовольствие, сообразность с природой, которым они могли наслаждаться с большей свободой и с большей приятностью, освободившись от стыда. Но язычники не захотели этого, и оскорбивши самое естество, оказались вне всякого извинения. Бесчестнее же всего то, что и женщины стремятся к таким смешениям, которых им следовало бы стыдить все более мужчин. И здесь достойно удивления благоразумия Павла, как он, нападая на два противоположные дела, со всей точностью достиг своей цели. Ведь он хотел и выразиться благопристойно, и уязвить слушателя. Но то и другое было невозможно. Одно препятствовало другому. Выразившись благопристойно, нельзя было тронуть слушателя. А чтобы сильнее поразить его, необходимо было представить дело яснее во всей его наготе. Но разумная и святая душа Павла с точностью преодолела то и другое, усилив обвинение на именование мистецтва и воспользовавшись этим словом, как бы некоторым покровом для благопристойности речи. Итак, коснувшись сперва женщин, апостол обращает потом речь к мужчинам. Является доказательством крайней порчи того, когда развращены тот и другой пол. Когда мужчина, поставленный быть наставником жены и женщины, которые повелена быть помощницей мужа, поступают друг с другом, как враги. Заметь же, какие сильные выражения употребляет апостол. Не сказал, что они питали взаимную любовь и вожделение, но разжигались похотью своей друг на друга. Замечаешь ли, что все произошло от преизбытка вожделения, которое не в силах оказалось остаться в собственных своих пределах? Все преступающие законы, установленные Богом, питают вожделение к необычному и незаконному. Подобно тому, как многие, потерявшие позыв к обыкновенной пище, нередко едят земли и мелкие камни, а другие, томя сильные жажды, часто пьют и грязную воду. Так и язычники. Вкипели этой противозаконной любовью. Если ты спросишь, откуда такая напряженная страсть? Отвечаю. От того, что они были оставлены Богом. А от чего произошло это Божие оставление? От беззакония оставивших Бога. Делая срам, подобно и мужчины на мужчинах. 518. Ты, услышавший, говорит апостол о том, что они, язычники, разжигались. Не подумай, что у них была одна только болезнь – вожделение. Все зависит преимущественно от беспечности, которая разжигала страсти. Поэтому он не сказал, соблазнившись или впавши, как выразился в другом месте, а как выразился, саделывая, разжигаясь, они считали грех занятием непростым, но таким, которое совершались с ревностью. Не сказал также вожделение, но стыд по преимуществу, потому что они посрамили естество и попрали законы. Смотри, какое большое замешательство произошло с той и другой стороны. Не только голова стала внизу, но и ноги вверху. Люди сделали врагами себе самим и друг другу, так как открыли какую-то жестокую брань, которая беззаконнее всякого междоусобия, брань многоразличную и разнообразную. Они разделили ее на четыре вида. Все суетные и преступные, так что эта борьба у них была не двойная и тройная, но и в четырех видах. Растуди сам. Двоим, разумея, жену и мужа, надлежало составлять одно, как сказано, будут двое вплоть одну. А это называлось желанием общения, которое соединяло оба пола друг с другом. Дьявол, истребив эту взаимную склонность и давший ей иное направление, таким образом разделил между собой полы и, вопреки закону Божию, из одного целого сделал две части. Ведь Бог сказал, будете два вплоть одну. Но дьявол единую плоть разделил на две. Вот первая брань. Опять, каждая из этих двух частей стала враждовать как сама с собой, так и друг против друга. Потому что женщины стали наносить поруганье не только мужчинам, но и женщинам. А мужчины восставали друг на друга и против женского пола, как обыкновенно и бывает в какой-нибудь ночной битве. Весли вторую и третью брань, четвертую и пятую. Но есть еще иная, кроме сказанного. Они восстали на самую природу. Так как дьявол видел, что самое вожделение больше всего соединяет полы, то и постарался разорвать этот союз, чтобы уничтожить человеческий род не только противозаконным расточением семени, но и взаимной бою и восстанием, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Смотри, как апостол опять переходит к источнику зла, нечестивому учению, и говорит, что «Стыд был воздаянием за это беззаконие». И так, как говоря о гиении наказания, апостол для людей нечестивых, избравших такую жизнь, показался бы незаслуживающим доверия и даже смешным, то он разъясняет, что «в самом этом удовольствии заключается наказание». И не удивляйся тому, что они не чувствуют этого, но испытывают наслаждение. Эти безумные, одержимые болезнью, помешательства, много мучая самих себя и находясь в жалком положении, однако смеются и радуются своим делам, по поводу которых другие о них плачут. Но мы не говорим, что вследствие этого они освобождены от наказания. Напротив, по тому самому они и находятся в ужаснейшем мучении, что сами не сознают своего положения. Не больным нужно судить о положении дел, а здоровым. Известно, что в древности такое дело считалось даже законным, а один языческий законодатель запретил рабам натирать себя маслом до суха, им уже ложествовать, предоставив только свободным такое преимущество, а лучше сказать, такое судодеяние. И вообще язычники не считали это дело бесстыдным, но как нечто почетное и более высокое, чем состояние рабов, предоставляли его лишь свободным. Так думал мудрейший народ афинский и великий из афинян Салон. Можно найти много и других философских сочинений, зараженных той же болезнью. Однако же вследствие этого мы не назовем такого дела законным, а напротив, признаем жалкими и достойными многих слез тех людей, которые приняли этот закон. Что делают блудницы тоже, а лучше сказать, более безобразное, совершают и мужеложники. Смешение с блудницами, хотя беззаконно, но естественно, а мужеложество и противозаконно, и противоестественно. Если бы не было гиенны и не угрожало наказание, то это было бы хуже всякого наказания. Если же они наслаждаются, то это говорит лишь об усилении наказания. Если бы я увидел, что бежит ногой человек, вымаравшийся все свое тело грязью, и не только не стыдится, но и хвалится этим, то я не стал бы радоваться вместе с ним. Но больше его рыдал бы о нем, потому что он не чувствует стыда своего. Но чтобы яснее представить вам поругание, выслушайте от меня и другой пример. Если бы кто-нибудь улечил девицу в том, что она в своей опочивальне имела смешение с неразумными животными, она и после того стала бы услаждаться таким смешением, то не достойна ли была бы она слез преимущественно, вследствие того, что не могла избавиться от этой болезни, по той причине, что не сознавала порока? Конечно, это во всяком и ясно. А если то беззаконие тяжко, то и это мужеложество. Не менее того, так как терпеть поругание от своих прискорбнее, чем от чужих. Я утверждаю, что эти мужеложники хуже убийц, так как лучше умереть, чем жить после такого поругания. Убийца отторгает душу от тела, а этот губит и душу вместе с телом. Какой ни назови грех, ни один не будет равен этому беззаконию. И впадающие в него, если бы сознавали совершаемое, приняли бы бесчисленные смерти, чтобы только не подвергаться этому греху. 520. Ничего, ничего нет неразумнее и тяжелее такого поругания. Если Павел, рассуждая о блуде, сказал, всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела, то что сказать об этом безумии, которая настолько хуже блуда, что нельзя и выразить. Не говорю, что ты только сделался женщиной, но более. Ты погубил свое существование, как мужчины. Ты ни в женское естество не изменился, ни того, какое имел, не сохранил, а сделался общим предателем того и другого естества, и достойный изгнания от мужчин и от женщин, и побиения камнями, так как ты оскорбил тот и другой пол. Чтобы тебе понять, насколько велик этот грех, представь следующее, если бы кто-нибудь пришедший к тебе объявил, что он сделает тебя из человека собакою, то ты не убежал либо от него, как от человека самого вредного. Но вот ты сделал самого себя из человека не собакою, а животным более презренным, чем собак, она еще годна к чему-нибудь, а предавшийся распутству ни к чему не годен. И скажи мне, если бы кто-нибудь угрожал сделать так, чтобы мужчины носили и рождали детей, то разве мы не исполнились бы гнева? Но вот теперь предающийся такому неистовству поступает сами с собой гораздо хуже, так как ни одно и то же, во-первых, изменить себя в женскую природу, и во-вторых, оставаясь мужчиной, сделаться женщиной, а лучше сказать ни тем, ни другим. Если же ты желаешь узнать чрезмерное зло и в другом отношении, то спроси, почему законодатели наказывают тех, которые делают других скопцами? И узнаешь, что ни за что иной, как именно за изувечение природы, хотя они не наносят человеку такого поругания, какое наносят тому же ложеству, потому что оскопленные после оскопления во многих случаях бывают полезны. Между тем нет ничего непотребнее мужчины, сделавшегося блудницей, потому что не только душа, но и тело, допустившего такое поругание, становится ничтожным и достойным изгнания отовсюду. Какие же гиенны достаточны для таких? А если ты, слыша о гиенне, смеешься и не веришь, то вспомни об огне Содомском. Ведь мы видим даже в настоящей жизни, видим подобие гиенны. Так как многие готовы были совсем не верить явившимся по воскресенью и возвестившим, что и теперь существует огонь неугасимый, то Бог и вразумил их событиями настоящей жизни. Таково было сожжение Содома и истребление его огнем, о чем знает бывшие там и собственными глазами видевшие следы божественного наказания и небесных молний. Пойми же, как велик был грех, побудивший гиенну явиться преждевременно. С другой стороны, так как многие презирали речи о гиенне, то Бог на деле показал им подобие ее в некотором новом виде. Дождь тот был необыкновенный, как и смешение садомлян было противоестественно. Он затопил землю, как и похоть наводнила их души. Этот дождь был по своему действию противоположен дождю обыкновенному. Он не только не возбудил утробу земли к произрастанию плодов, но и сделал ее неспособной к принятию семени. Таково было и смешение мужчин с земли садомской, которая делала их тела более бесплодными. Что грязнее, что отвратительнее того мужчины, который стал блудницей. Какое неистовство, какое безумие. Откуда вторглась эта похоть, оскорбляющая человеческую природу наподобие врагов, а лучше сказать, настолько ужаснее врагов, насколько душа превосходнее тела. О, вы, бессмысленнейшие и бессловесные, бесстыднейшие и собак! И у тех никогда не бывает такого смешения, так как природа знает свои границы, а вы, срамя свой род, сделали его бесчестней существ неразумных. Итак, откуда произошло это зло? От роскошной жизни, от незнания Бога. Всякий раз, как люди отвергают страх Божий, тогда оставляет их и всякое добро. 521 Итак, чтобы этого не было, будем иметь перед глазами истинный страх Божий. Ничто, ничто так не губит человека, как если сняться с этого якоря, а равно ничто так не спасает, как если всегда держаться на нем. Если мы, имея перед глазами человека, меньшей решительностью приступаем ко грехам, а часто не делаем ничего неуместного, стыдясь более почтенных слуг, то рассуди, какой безопасностью мы будем пользоваться тогда, когда будем иметь перед глазами Бога. Ведь при таком нашем настроении нигде не нападет на нас дьявол, потому что труд его был бы бесполезен. Когда же дьявол заметит, что мы блуждаем вне и бродим без узды, то он, воспользовавшись нашим почином, наконец получит возможность совсем разлучить нас от стада. И что переносит нерадивые из рабов, которые, оставив необходимые дела, из-за которых были постаны господами на рынок, без надобности и напрасно останавливаются с проходящими и тратят здесь свободное время. К тому же подвергнемся и мы, предоступим от заповедей Божьих. Вот стоим и мы, удивляясь богатству, красоте тела и остальному, что до нас не касается. Как и те рабы смотрят на представления фокусников, а потом, пришедшие поздно, терпят дома жестокие побои. А многие, следуя за другими, совершающими подобное непотребство, оставили даже путь, лежащий перед ними. Но не будем так делать, потому что мы посланы совершить многое из необходимого. Если же мы, пренебрегшие этим, остановимся и будем с удивлением смотреть на бесполезные предметы, то понапрасно и тщетно истратим все свое время и мы подвергнемся жестокому наказанию. Если же ты желаешь занятия, то есть у тебя то, на что ты и должен с изумлением смотреть, чем можешь любоваться все свое время, что не смеха достойно, но удивления и многих похвал, а между тем, если станешь изумляться смешному, то и сам сделаешься таковым и даже и хуже смехотворцу. Беги же скорее прочь, чтобы тебе не подвергнуться этому. И скажи мне, почему ты стоишь с изумлением, смотря на богатство и готовый лететь к нему? Что ты видишь в нем удивительного и достойного остановить на себе взоры твои? Кони ли украшенные золотом и слуги варвара или евнуки? Дорогие одежды, а в них сладострастная душа, поднятые вверх брови, беготня и волнение? Ну неужели все это достойно удивления? Чем эти люди отличаются от нищих, которые пляшут на рынке и играют на свирели? Они одержимы сильным голодом добродетели, пляшут свою пляску, которая смешнее пляски нищих, когда бегают и кружатся, то по роскошным обедам, то по домам непотребных женщин, то в толпе льстецов и тунеядцев, хотя они и в золото одеты, но особенно жалки, потому что заботятся больше всего о том, что не имеет для них никакого значения. Не смотри на одежды, но раскрой их душу и вглядись, не полна ли она бесчисленных ран, не одета ли в рубище, не одинакова ли она и не беззащитна ли, не одинока ли? Какова польза в этом безумном пристрастии к внешнему? Гораздо лучше быть бедным, но жить добродетельно, чем быть царем, но порочным. Бедный сам по себе наслаждается всяким душевным удовольствием и вследствие внутреннего богатства не чувствует наружной бедности. А царь, наслаждаясь тем, что ему вовсе не приличен, оказывается в том, что в особенности должно быть ему свойственно и мучиться в душе помыслами и совестью, преследующими его и среди удовольствия. Зная это, отвергнем золотые одежды и усвоим себе добродетель и удовольствие, происходящее от добродетеля. Таким образом, и здесь, и там мы насладимся многой радостью и достигнем обетованных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, честь, держава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.